О киноновинках этой недели поговорим в ближайшие минуты. Всем привет в эфире Около Кино. Ну а начнем мы нашу программу с одной из главных премьер этого лета. Человек-паук. Возвращение домой. Это очередная история о Человеке-пауке при участии Железного Человека Тони Старка. Новый взгляд на популярную историю уже пришелся по душе зарубежным кинокритикам, которые назвали эту картину веселым и красочным приключением. Надеемся, и вам она придется по вкусу. В перевыпуске и экранизации известного комикса создатели картины полностью переосмысливают сюжеты, делают героев значительно моложе. По сюжету ленты Питер Паркер возвращается в родной Нью-Йорк тете, но после приключений с командой Мстителей его больше не устраивает статус супергероя по соседству. Шанс доказать, чего он стоит на самом деле, не заставляет себя ждать. В городе появляется новый злодей. И тут наставником Паука в первом крупном деле становится Железный Человек в исполнении Роберта Дауни-младшего. Теперь Питеру придется доказать всем, что такое настоящий супергерой. Режиссером ленты, которая уделяет значительную долю внимания школьной жизни Питера Паркера выступил Джон Оттс. Восемь лет не слома от этих клоунов из башни Старка. И тут появляется эта мелкая блоха в красном. И хочет разрушить все, что я построил. Мне еще нужно загрузить в самолет новое оружие для Мстителей. Мы выдавим их из бизнеса. Мы соберем все, что у них есть. Еще одна премьера – фильм «Институт Роузвуд». Триллер в стиле южной готики снял неутомимый Джеймс Франко совместно с Памелой Романовски. Выступил он также и в главной роли. Бюджет этой ленты составил 3 миллиона долларов, однако, как пишут кинокритики, фильм не оправдал их надежд. Балтимор, 19 век. Изабель Портер переживает из-за ранней смерти своих родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом здания, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками там ставят жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием. Расскажите мне все, Изабель Портер. Я была столь примитивна и скучна, забудьте об этом. Достали коллеги? Выберите себе мишень. Это главный слоган к американскому триллеру «Эксперимент Офис», который обещает стать увлекательным зрелищем для всех поклонников кошмаров. Прошу внимания всех сотрудников. Ух ты, это голос Господа! Сегодня вам дается уникальная возможность войти в элиту компании. Каждого из нас бесит коллеги. Убейте двух, или через полчаса мы убьем шестерых. Телефоны не работают. Нам надо эвакуировать этаж. Да ладно, Майк, это же прикол такой. Почти 100 человек, работавших в одной из американских компаний в богате, оказываются в заперти. Им объявляют, что если они не начнут убивать друг друга, то всех ожидает неминуемая смерть. Волчьи законы, так называемые заключенные, принимают как должное. Вот уже пролита первая кровь. Но что будет с финалистами этого нечеловеческого эксперимента? Не получится ли так, что приступив мораль ради спасения своей жизни, они лишь тешат чей-то больной разум, который не собирается дарить спасение победителям? Чем закончится эта история, уже можно узнать в амурских кинотеатрах. Любовь и верность навек. Далее поговорим о премьере, которая приурочена к Всероссийскому дню семьи любви и верности. Этот праздник в нашей стране отмечается 8 июля. Мультфильм «Сказка о Петре и Февронии» сняли режиссеры Юрий Рязанов и Юрий Кулаков. Как рассказал продюсер этой картины Константин Щекин, найти актеров для озвучивания было нелегко, так как создатели не хотели приглашать медийных персон на главные роли, чтобы герои ни с кем не ассоциировались. В итоге образы Петра и Февронии дополнили голоса Владислава Юдина и Юлии Гороховой. Ты что, дедушка, кому ты кланяешься? Тебе, милая. Ты единственная, кто может князю будущему помочь, а стало быть и княжеству Муромскому. Эй, красавчик! Такой отважный воин-змей борец. И вдруг испугался маленького зайчишки. Действие фильма «Сказ о Петре и Февронии» происходит в Муромском княжестве в XIII веке, где властвует колдун. На бой с ним выходит отважный воин Петр, на которого во время сражения попадает ядовитая кровь злодея и травляет спасителя. Целительница Феврония готова помочь Петру. И тут между молодыми людьми вспыхает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий. Я не больно. Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Тебе нужен агреков меч. Испугался маленький. Беги. Только милосердному меч в руки ляжет. Также в кино сейчас идет фильм «Синяя бездна. Американо-австралийская история 2.22» и мультфильм «Гадкий от Рим». На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и добра. Всем пока. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok